Всем привет, всем привет, с вами Шмэг, вы на канале Ушим, и сегодня мы поиграем в игру под названием Пень, ой, в смысле Пайн, ну, в смысле Сосна, ну, короче, Пень, давайте просто называть ее тупо Пень, играем в Пня, и все, все нормально будет, вторая часть по данной игре, посмотрим, как же здесь весело здесь или не весело, здесь у нас есть с вами энергия, я помню, что энергию можно было через еду восстанавливать, Так Ватерь милосердная, ты жив? Мы так боялись, чтобы потеряли тебя навсегда Ты цел? Как тебе удалось вернуться? Ты что, упал вниз? Там же иноземье У меня все хорошо, только голова немного болит Но я встретил удивительное существо, его зовут Юш, а иноземье его родной дом Этого я и боялась Он на тебя напал? Что он с тобой сделал? Он был очень добрый, помог мне сюда вернуться, а еще он сказал, что эти скалы не слишком надежны А где Амам? Я хочу рассказать ему, что случилось Деревня сильно пострадала от этого обвала Луи, Эдвин и Иоан погибли, и он тоже хью А почему мне не пишут субтитры? Но Он же ведь мог спастись, так? Он мог спрыгнуть вниз Он навернял где-то там Ё-моё, его нашли Должно быть, он вытолкнул тебя из подавала в последний момент Там очень жаль Я тебе не верю Амам наверняка где-нибудь прячется, он сильный Зов приключений, а точнее Амаму на его обзорной площадке Так, значит Хотите обмануть меня, да? Скоты Не получится Да, не получится Это его карта Он хотел нанести на нее весь мир Так, теперь у нас есть карта Отлично Теперь что? Хью, пожалуйста, вернись к нам Мы знаем, как тебе сейчас тяжело Деревню нужно восстановить Я набрать все рабочие руки Амам бы не отказал Нет, Амам постарался бы отыскать более подходящее место для жилья, чем эти скалы Хью, нам больше негде жить И на земле не подходит И никогда не подходила Это неправда Раньше люди жили внизу И на земле наш бывший дом Ты зря веришь глупым картинкам Мы слишком слабы, чтобы просто взять и спуститься вниз Хью, возвращайся на площадь Мы что-нибудь придумаем Пень Субтитры сделал DimaTorzok Первые шаги, теперь у тебя есть карта Амам Открывай и закрывай ее с помощью буковки Эмми Теперь нужно разобраться с целью исследования Можно найти в помеченном районе Первые шаги Юж ждет, найди его А он будет сам рисовать карту или нет, интересно Слушай, у нас же, мы же по идее Подожди, мы можем же собирать Тихо Сейчас находишься в районе исследования Это показано на комплексе, цели где-то рядом О, а че там такой светится, классно Кто это там нарет? Подожди, мы же можем собирать всякие какашки Да Опа, них пина Это кто? А, здорово Это курицы, типа? А их ловить можно, интересно? Обычный звоночек с морковью Так, звоночек Так, нам нужно по идее Вообще изучать, наверное, будут эти Яйцо пухляша? Ёптель Слушай, а, это пухляш, я понял Это пухляши, короче Их можно будет, наверное, потом Выращивать или что-нибудь типа того Я, на самом деле, не знаю В чем смысл глобальной игры, но В смысле? Алло А почему ты не показываешь мне А, вот Тихо Кто ходит Кто идет Ну, здорово, лисица, ты кто? Ты хорошая лисица или нет? С морковью, отлично Ой, слушай, а тут, наверное, можно получить и по люляшке, да? Ты что? А, я зажег, типа Я открыл что-то новое? Да, я открыл новую карту Ёптель, еди нахер Не хочу с тобой драться А, это какой-то плохой Он меч высунул свой В смысле, я свой высунул меч В смысле, ну ты, короче, понял, да? А, или нет, подожди Ты кто? А, вот ты, Юж Здорово, Юж Смотри, ты уже вернулся Боже, ты чем-то озабочен Люди такие странные Случилось нечто ужасное Боже, может быть Еще один оползень Мы больше не можем жить на нашей скале. Мне нужна помощь, пора нам найти новый дом. Ну, место для новой деревни, это не так-то просто. На этом острове живет много существ, гораздо сильнее и умнее нас с тобой. Во всяком случае, гораздо умнее тебя. Видишь ли, все эти племена сражаются между собой за еду и территорию, и порой это создает проблемы. Вообще, я пытался выяснить, кто живет в кое-каких деревнях, потому что не знаю, какое племя занимает их прямо сейчас. Может, это костамолы, может, поливуны, а может, ргачи. Мой совет, еще коробки известные как ящики для пожертвований. Представители всех видов используют их, чтобы делиться ресурсами и помогать друг другу в трудные времена. Если сделаешь подношение жителям деревни, а потом сможешь ее найти, то они, возможно, впустят тебя к себе или даже решат помочь. Хорошо, я попробую. Если честно, я не люблю лезть в чужие дела. Мы мудры и предпочитаем наблюдать, учиться и делать выводы, не выходя из нашего дома. Я отмечу поселение на карте, оно прямо в центре этого острова, если ты вдруг захочешь нас найти. Твои отношения с разными видами отслеживаются в меню. Понял. Ящики для пожертвования можно найти рядом с деревни. Папа. Твои отношения с предстоятельным видом улучшатся. Так. Окей. Хорошо. Пока ничего не понятно. Что это такое? Я туда могу прыгнуть? Могу. Как думаешь? Я запрыгну до туда? Пить тыквы. Пить тыквы. Как туда попасть? Непонятно. Ладушки, что он там показал мне? А где деревня? Алло. Деревни нет? Это дом. А это вот он? Или? Темнеет, да? Начинает темнеть. А я вниз могу спустить. Так. Вон там что-то какое-то. Что это такое? Шотца. Графит для ключей? Для каких еще? Это что за ракушки такие? Так. А, подаяние какое-то, да? Уютные скалы. Ящик для пожертвовать. Что я могу сунут туда? Да. Так, я... Уютный скалы оценка. Кость минус, зубниками минус. Еда, стекло, багровик. Все шикарно у них, типа. Ага. Хорошо. Так, что здесь у нас находят? Ничего пока. Я не могу собрать. Да, песчаник могу собрать. С помощью песчаника, наверное, можно что-нибудь крафтить. Но пока непонятно, что можно крафтить, а что можно не крафтить. Правильно? Первые шаги. Войди в дружественную деревню. А стоп, а где она, дружественная деревня? Где она находится-то? Я так и не понял. Стоп. Вот это, что ли, да, получается? Пойдем попробуем. А я плавать умею или не умею? Это мы собираем. О, да ладно, жемчуг. Класс. Жемчуг, наверное, вообще, это, типа, погонь считается. Или нет? Или да. Это деревня дружественная для меня или нет? Кто вы? Протаны. О, здорово. А, смотри, деревья, чтобы понять, как живут ее жители. Наверное, ты и есть торговец. Фу, за свою жизнь я пойду много страха, сейчас я такой, как ты, видишь, впервые. Как подсказывать мне мой опыт, чем удивительная внешность, незнакомость, тем он богаче. Когда мне сказали, что сюда придет человек, я не ожидал увидеть такую как-то растинку. Трастинку? Ну да, любой из нас запросто переломит тебе руки, если захочет. И вальмары опасное место. Задумки. Вот что я для тебя нашел. Вещь хорошая, но тебе придется подогнать ее под себя. И они станут с тобой торговать, если мы не друзья. Мой чуды-товары не должны угодить в лапы врагов. Так, но мне нужно осмотреть, значит, их быт, да? А, вон, смотри, какая-то карта у них есть, да? Зачего интересный колесный механизм? Похоже, он показывает отношения между этими существами. Красные, видимо, их враги зеленые союзники, а с белыми они держат нейтралитет. Да, хорошо, я понял. Значит, так. Опа. А я здесь могу что-нибудь с коммуниздить или что-нибудь? Простите? Я не могу. Ладушки, 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 ладушки. А я же им давал подаяние или не им? Или им, или не им. Понятно, короче. А как убрать в ножны, меч в ножны убрать? Взаимодействовать? Ух ты, вот это башня. Вид, конечно, невероятный. Похоже, так можно узнать о богатстве деревни и количестве ее жителей. А, пламя наверху, судя по всему, обозначает размер. Так, и мне нужно еще один найти, какой-то их... Какой-то еще их... А, вот, тут он, наверное, да? Быть такого не может. Мои глаза мне и врут. Человек прямо здесь передо мной. Прошу извить, мои изумления, но последний человек был в этих землях десятки лет тому назад. Как тебя зовут, юноша? Мое имя Хью, и я пришел сюда из... То есть, мой дом, шатки и скалы. Мое племя больше не может там жить, и я спустился, чтобы найти для нас новый дом. Я оставил подношения для вашей деревни, и я надеялся, что вы нам поможете. Ха-ха-ха. Неужели я дожил до этого дня? Хью, я выцвечаю твоя отвага. Но подыскать вам место, где можно жить, боюсь, это не в моих интересах. В моей деревне, как и в любом другом племени, на острове полно голодных ртов. И все же, твое подношение не осталось незамеченным. Я искренне тебе за него благодарю. Но не все будут к вам так же дружелюбны. Люди — это народ, который многие недолюбливают. Я сомневаюсь, что тебя по силам завалит на свои плечи такую большую ответственность. Я попрошу нашего торговца вызвать тебе щит из наших запасов. Какой-нибудь тебе придется по руке. А пока походи по нашей деревне. Такое существо, как ты, наверняка найдет для себя много интересного. Щит будет тебя ждать, когда ты решишь уйти. Щит? Надеюсь, мне хватит сил, чтобы его поднять. Ха-ха, ты забрался так далеко. Я подумаю, что можно сделать, чтобы ты достиг своей цели. И Вальмар давно ничего не потрясал, и ты, кажется, можешь это изменить. Возвращайся ко мне, когда заберешь свой щит. Забери подарок вождя. Так, ну, собственно говоря, погнали тогда, да? А где этот торговец был? Блин, я уже забыл. А, вон у меня же есть компас. Компас! Вон там. Если я спрыгну, будет больно? Нет, не будет. Все нормально. Все шикарно. Что ж, на вид, довольно прочный щиток. Ну, хватит бездельничек. Нужно спросить у вождя, что делать дальше. И могу защищать тебя. Я понял. Вернись к вождю. Так, подожди. К вождю нужно как-то вот тут подняться. Сторожно. Слушай, там щит-то здоровый такой. Здорово, братайло. А я рад, что ты обзавелся щитом, юный человек. Ты все равно выглядишь хрупким, словно звоночек. Я могу преломить тебя пополам и не заметить этого. Я поспрашивал и выяснил, что неподалеку отсюда есть мастер, который поможет тебе со снаряжением. Гораздо лучше, чем мы. Ух ты, а кто это? Его зовут Малыш. Машель Люды давно вымерли, но он остался. Никто не видел его много лет. Но, насколько нам известно, он еще жив. Говорят, что его дом полицовый перевал. Это где-то между районом на скалистый берег и пустующая равнина. Скорее всего, отыскать его будет не так-то просто. Но такой человек, как ты, наверняка справится. У него большой опыт в создании вещей для вашего племени. Это что попытаться стоит. Я постараюсь его найти. Спасибо, Ули. Найдешь. Да. На нас же ты добрался. Удачи, человек. Исследуй... Исследуй пыльцовый перевал. Это где? Это там. Ничего себе. Погнали. Да, хорошо. Так. Слушай, ну эти лисы не кажутся такими уж прям большими. Как они про себя рассказывают. Но вломить, наверное, могут все-таки. Да? Так, а я что? Поеди-то там могу что-нибудь? О-па-па. Это опасный, брателло. Ну ему нах. О, пещеру какую-то. Пещерку. Будем входить в пещерку? Ну пойдем заглянем, что нам? Что нам стоит-то? Мы же пещерные люди. Или нет? Педа. Так. А что я сделал? Что это такое здесь? А, это какой-то проход куда-то, да? А как с этим-то взаимодействовать? Нет? Не понял. Тут, короче, какая-то магия, что ли? Не знаю. Ну ладно, пойдем тогда. Вот сюда пройдем. Мы же можем выйти? Куда мы выйдем? Так, куда-то вышли. Подожди, где мы? А, так мы уже почти у него. Правильно я понимаю? Да, нам нужно вот туда наверх, короче, подняться. Как это сделать? А, так вот и лесенка тут, да? Опа, что это? Это ключи граффит какой-то. Железо. Ничего себе, железо. Мы можем, наверное, сковать какой-нибудь... Какой-нибудь что-нибудь сковать, типа, да? Так, нам куда? Нам туда? Да, я все правильно бегу. Я молодец, я классный. Я все шикарно. Шмега, беги, беги. Только беги. Так, компас загорел. А, это наши союзники. Нормально, да? Здорово. Какаху отложил, блин, и убежал, да? Понятно. Так, мне нужно, короче, типа, как бы спуститься. А куда мне надо? Нужно в центр прям, да? Так, тогда поднимаемся, бежим в центрифугу. Вот что-то здесь нам подсказывает, да? Компас. Нет, вот здесь. В смысле, алло, хватит меня. А, в смысле, алло. А, ну я в центре, и чуй следует. Так, следует. Деркнопки исследовать. Так, что... Что там? Слушай, а я уже все. Яйца и яичишки тут находятся. Я вышел из этой зоны. А что мне нужно было исследовать тогда? Кто-то летает или мне... Или мне... А, пыльцовое поле, во. Кто-то летал или мне послышалось? Я не хочу ни с кем драться, не надо. Пыльцовое поле. А, мне нужен пыльцовый перевал. Опа. О, здорово. Как дела? О, блин. Ладно. Сферы ихтионов. Снаряд. Подожди. Вот мне нужно... А почему я не могу? Ну? А? Мне нужно найти, короче, чувачка здесь. Который живет где-то здесь. Правильно я понимаю или нет? Так, где он может тут жить? Непонятно ничего пока что, да? Ё-моё. Не, я вышел. Слушай, подожди. Как-то странно. Он либо должен где-то быть сверху, либо снизу. Ничего не понимаю пока. Мне нужно здесь найти этого чувака, который умеет делать эту. Может, это тот зверь, который? Нет. Может, есть кто-нибудь здесь? Ну, я прямо на краю здесь? Нет. Что-то не то. Может быть, сейчас направо пойти-ка? Не, я здесь был, правильно? Да, я здесь был. Так, ну давай тогда вот так и пройдем тогда по кругу, да? Пробежимся. Ну да, все правильно я делаю. По кругу пробежимся. Может быть, найдем этого чертягу. А, паркура здесь нету, да? Блин. Плохо. Надо как-то мне наверх забраться. Нельзя наверх как-то забраться уже? Как так-то? О, хорош. Так. И по кругу вот мы бегаем, да? Я тут не вижу никого. Ты видишь кого-нибудь здесь? Я не вижу. Я никого здесь не вижу. Ни пещеры, ничего. А, ну пещера-то была, но... Я не понял, как... Как в нее забираться. Ну, в смысле, забираться. Может, мне реально в пещеру нужно? В пещере там кого-то, что-то искать. Хм. Странно. Так, а здесь что у нас? Подожди. О, еще одна сфера. Там кто-то ходит, да? А, или там кто-то ходит. Ой, это какой-то злой пацан. Пацаненок. Подожди, может, мне реально нужно в эту... В пещеру зайти? В пещере, типа, его найти? Да потому что, смотри, он... Он ровно в пещере находится. Идея. Ну, пойдем попробуем, хорошо. Ну, наверху никого не было. Чего, или я, может быть, что-то тупанул? Мне кажется, вот здесь нужно его искать. Правильно? Ну, да. Вон, дверь. И вот туда мне и нужно попасть, как бы. А как это открыть, только я не понимаю. А, слушай, может быть... А, может быть... В смысле, икс. Не-а. Так, хорошо. А если я как-то забраться... Получится? Слушай, ну вот эти вот камни-то, они для чего нужны-то? Это моя. Эээ, чё? А! А мне нужно как-то камни убрать. А как камни убрать? И... Подожди. Нет. Я не могу пройти по ветке, да, этой? По нитке, в смысле. И по камням я тоже никак не могу пройти. И тут не могу пройти. Так, подожди. А вот ту штуку давай возьмём. Нам это не поможет. Надо что-то с этими камнями, короче, порешать. Правильно я понимаю, или нет? Так, смотри, мы... Ничего не происходит. Окай. Так, я огненную, если... Нет, не а. А, да! Или нет. Че-то, подожди. Это я тупанул. Там же было так всё сделано. Или нет. Или я типа всё испортил, или не испортил. А-а-а! Загадка, загадка, загадочка. Ну-ка, подожди. А-а-а! Так, ёптень, я... А я че-то не то сделал, да, видимо? Видимо, да. Ёптвари налево. Пугай меня. Так, вот, да-да-да, всё правильно. Мамонт из ледникового периода. Здрасте. Э-э-э, здравствуйте. Живой человек в моей пещере? Я так рад. Столько лет прошло. А вы, наверное, малыш? Он самый. Ты понятия не имеешь, как долго я пробыл здесь один. А теперь ко мне пришёл человек. Вы никогда не поедаете эту пещеру? Нет. В мире за её пределами нет места для таких, как я. Всех и каждого волну только их собственные проблемы. И никто не хочет жить дружно. За исключением тебя. Люди я готов терпеть только твою... Свою сестру. Но я её давно не видел. А вас что, много? О, когда-то нас было очень много. Но мы ушли в пещеры, когда жители острова начала одолевать жажда власти, которая с каждым днём становилась всё сильнее. Ну ладно, надеюсь, ты пришёл не просто так, а по делу. Вы мне сказали, что вы умеете делать снаряжение и орудие. Всё, давно я этим не занимался. Последний человек, которому я дал все свои работы, проходил... Приходил многому много лет назад. Он был моим другом. Кажется, он жил в заброшенной стрижевой башне неподалёку. Я мастерил для него снаряжение, орудие, а ещё сундуки, в которые он складывал свои пожитки. Благодаря за это он приносил мне вот эти блестящие шарики. Как же я их обожаю. Тебе стоит сходить в его укрытие. Может, тот человек оставил там часть своих вещей. Да, и пока я не забыл. Каждый сундук отпирается маленьким ключиком. Графит для ключей. Вот из чего я их делал. Дай запишу. Хорошо, попробую отыскать. Спасибо, что заглянул, человек. Не забывай про меня. Конечный рейтон. Нужно, чтобы изготовить ключ и в альмар. Его можно найти. Но мы его уже нашли, кстати, да, поэтому... Так, а что мы куда? Мы туда, к нему идём? А, не, он тут просто тупо спит. Понял. Погнали, значит, обратно. Сундуки где-то он оставлял. И подкармливал их этим самым. Видишь, я что-то тупанул и не разобрался с этим... С этой пещерой. И, да, сразу побежал вперёд. Но зато у нас есть всякие шарики вот эти и... Мы, в принципе, уже, наверное, догадываемся, где есть эта башня, да? Или не догадываемся? Или догадываемся? Это нам куда? Да, это нам... Так, а не, а мы же там были. Да, я понял. Как на неё залезть, а теперь вот вопросится. Ну, вон она, да? Или нет? Нет. Где она? Это? Что знаю? А, ну мы, по-моему, у неё были, нет? Да, мы были. Забери из снаряжения стаников. Так, а мы можем же ремесло, ключа, ру. Да ладно, один ключ к графиту стоит столько много. Эх, ну ладно. Так, вот графит ещё один есть. Так, тут есть ячишки. Но ячишки пока собирать не будем. Так. Мне надо как-то туда попасть. Как туда попасть? Видишь какие-нибудь? Блин, я не вижу ни черта. А, всё, понял. Хиско. Хиско. Так, наручи. Туника. Станцы. И щитки. Так, здесь ещё у нас зелья силы, стекло, задумка. Должна быть, эту записку оставил тот человек. День 166. Сегодня я посвящал вожде несколько деревень, где есть убежище. Вот уже несколько месяцев я отмечаю на карте короткие пути между этими древними строениями. Убежище имеет большое значение для нашего славного будущего. Я также выяснил, что зелья силы делает меня желанным гостем в любой деревне. Вожди их обожают. Убежище? Что они такое? Быть может, внутри я смогу найти ответ. Или новый дом для всех нас. Я должен учить их все. Этот человек отметил их на карте. Так, а мы взяли стекло. Так, подожди, а как мне обратно-то? Мне ещё наверх надо как-то попасть. Стоять! Это похоже на улучшенную рогатку. Только вот в качестве снаряда в камни не подойдут, мы придётся что-то смастерить. Острые стрелы, прикольно. Лук. Луки мощное оружие для дальнего... Ну, мне нужны боеприпасы. Первое убежище. Те же множество захватывающих. Понял. Ё-моё, забери стрелы. И палку забери. Палку не можешь забрать? Хорошо. Так. Всё в принципе, да? Так, а что у нас здесь? Подожди. Да ёбная. Нет, отсюда я не пальну. Так, тогда спрыгиваем. Ааа, мне оттуда надо как-то попасть был, да? Всё, я понял. Ааа! Застрял! Да ё-моё, ну вот нечестно. Застрял. Как... Как... Не знаю, мы кто. Слушай, там сундук, там, наверное, что-нибудь вкусненькое валяется у него. Кажется. А, силы потерял. Так, чё там? Меч. О, хорошо. Так, ну-ка, эскейп. Ремесло. Что я могу сделать? Меч могу сделать. Мне нужен мох, бечёвка и большие шишки. А, в смысле, а я ни в чём не... Я сейчас одет в чём-то? Хе, прикольно. Верёвка на запись собиратель. А, либо так, либо так, либо сяк. Старый сосновый меч. Понял. Пока что нам только дали, короче, всякие рецептуру всякую. Мне нужен мох, не мох и всё остальное, да? Так, и мне нужно искать эти его ящички, да, небольшие. Здесь должны быть, по идее, потому что я могу сделать ещё один новый. Ещё один новый, что? Пам-пам-парам-парам-пам-пам. Подожди, а у меня же ремесло... Снаряжа... Снаряга... Пять стрел есть. Может быть, загасим того справа, этого чувака, или нет, или нет? Как думаешь, будем делать эту гадость, или не будем делать эту гадость? Так, ладно. Найди деревню, на которой уходится... А, зак... А, так смотри, как много там пройти будет, да? Да, много. Ладно, ребят, в путешествие, а на следующей стерео отправимся в большое путешествие. Поэтому, если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Гэш Шаймэнг, всем счастливо, всем покеда!